Уважаемые коллеги, хотел бы в первую очередь поблагодарить организаторов конференции. Во-первых, за то, что вообще пригласили. Во-вторых, за то погружение действительно в иммуно-онкологию или в онкоиммунологию. Действительно, мы много сегодня узнали и новой информации. Так или иначе, повлияет и на новые идеи, на новые исследования. И, соответственно, уже в следующих конференциях будут новые результаты. В общем, такая классическая кинетика развития знаний. Наше исследование, которое я хотел бы сейчас представить, во-первых, оно выполнено группой Института медицинских проблем Севера, который не имеет своего онкологического профиля. Но, тем не менее, достаточно длительное время уже сотрудничает с Красноярским краевым онкологическим диспансером. И уже на ряде конференций, в прошлом году в частности, я докладывал по этому поводу. Тоже мы исследовали эти больные раком почки. Другой аспект, соответственно, исследовался. То есть мы продолжаем, соответственно, наши исследования. Ну, здесь я хотел бы отметить, что основная концепция данного исследования заключается в том, что действительно можно согласиться с тем, что это действительно есть так, что сам противоопухолевый иммунитет, он реализуется там, где есть опухоль. Соответственно, в идеале клетки иммунной системы уничтожают опухоль. Ну, на практике зачастую бывает опухоль удачно защищается, соответственно. Но, тем не менее, основная стратегия иммунного ответа, она начинается уже и с крови в том числе. То есть, ну, с одной стороны, вот как Надежда Викторовна сказала, опухоль притягивает клетки, клетки сами мигрируют по отношению к опухоли, но они есть в крови. И вот по тому, в какой взаимосвязи эффекторные и регуляторные клетки, соответственно, находятся уже в крови у пациента, в общем-то, можно заключить об основной стратегии иммунного ответа и, соответственно, делать прогноз о том, как, в общем-то, иммунитет, соответственно, сколько активно будет бороться с опухолью. Интерес к раку почки заключается в том, что, ну, во-первых, это есть наиболее тяжелое онкологическое заболевание, зачастую оно до сих пор достаточно диагностируется на таких поздних стадиях развития. К тому же зачастую развиваются рецидивы заболевания и метастазирование, то есть, в общем-то, это тяжелое заболевание. И плюс еще такой немаловажный аспект заключается в том, что это заболевание относится к так называемым иммуноактивным, то есть больные после операции, после химиотерапии также проходят курсы интерферонотерапии, то есть речь идет о том, что и иммунная система весьма активно все-таки в данном случае регулируется, и с другой стороны, то есть опухоль сама, в общем-то, зависит от того, с какой высокой реактивностью, соответственно, работает иммунная система. Ну, о регуляторных клетках я уже, наверное, даже не буду тут что-то рассказывать. Вот сегодня о них уже много говорилось, и вот в связи с тем, что это уже не первая половина дня, ну, как бы основные клетки, которые, соответственно, ингибируют развитие противоопухолевого иммунитета, накапливаются в ткани, много достаточно литературы нашей и зарубежной по этому поводу. Цитотоксические это и лимфоциты, это ключевые клетки, которые, соответственно, и реализуют с эффекторной точки зрения противоопухолевый иммунитет, тоже, поэтому много литературы, а, соответственно, характеристика их фенотипа, в общем-то, тоже позволяет сказать, насколько хорошо они активированы, насколько они могут быстро мигрировать в зону опухоли, и таким образом там реализовать свою функцию. НКТ клетки. Сегодня говорилось о том, что, да, это минорная фракция Т-лимфоцитов, ну, относительно недавно обнаружена и описана, очень много литературы сейчас точки зрения их участия в противоинфекционном иммунитете, и мы также, в общем-то, этот аспект уже, соответственно, изучаем. Но в том числе есть литература, и тоже, в общем-то, уже ее достаточно о том, что, в общем-то, они принимают весьма важное участие и в развитии противоопухолевого иммунитета. Во-первых, это клетки, которые действительно, благодаря своей высокой реактивности, умению быстро продуцировать достаточно широкий спектр цитокинов, они фактически занимают такое связующее положение между врожденным и адаптивным иммунитетом. И надо сказать, что, в общем-то, уже считается доказанным, что первые этапы иммунного ответа с их участием, соответственно, и обеспечивают основную массу гамма-интерферона, который в этот момент, соответственно, синтезируется. То есть они являются ключевыми клетками с точки зрения синтеза гамма-интерферона. Ну, целью исследования мы хотели охарактеризовать, соответственно, вот эти типы клеток, определить, как они между собой взаимодействуют. Для этого мы обследовали больных раком почки на базе Красноярского краевого онкологического диспансера с помощью проточной цитометрии, соответственно, вот по указанным протоколам охарактеризовали их фенотип. То есть при этом у нас получилось также разделить НКТ-клетки на те три субпопуляции, то есть кроме того, что вот они еще экспрессируют ряд активационных маркеров и, в общем-то, выделить их субпопуляции, которые тоже обладают, в общем-то, разные функции. Состояние содержания Т-регуляторных клеток у больных раком почки. При том, что общее количество Т-лимфоцитов-Хелперов, то есть экспрессирующих CD4-рецептор, в общем-то, без изменений, тем не менее, самих Т-регуляторных клеток у больных раком почки повышено, ну, в общем-то, не с высокой степенью значимости, но тем не менее, повышено. А вот активированных клеток, Т-регуляторных клеток, то есть те, которые экспрессируют на своей поверхности рецептор CD62L, в общем-то, этот уровень оказался на диапазоне нормы. CD62L – это селектин, который экспрессирует достаточно широкий спектр клеток иммунной системы. Благодаря этой молекуле клетка замедляет свое движение в кровеносном русле, может, соответственно, адгезировать на эндотели и затем уже мигрировать в ткань. То есть, фактически, это первый рецептор, который вообще должен появляться на тех клетках, которые, в общем-то, активируются и мигрируют в ткань для реализации своей функции. И, ну, одно из наших предположений было, и позднее еще его также буду подтверждать, о том, что, да, при повышенном уровне, скажем, неактивированных Т-регуляторных клеток, нормальное количество Т-регуляторных клеток у больных раком почки может быть как раз и связано с тем, что клетка активируется, ее, в общем-то, функция заключается в том, что она должна мигрировать в ткань. Ну, и отсюда, опять-таки, то нормальное соотношение, которое выявляется у больных раком почки по отношению к лицам контрольной группы. При исследовании содержания цитотоксических Т-лимфоцитов у больных раком почки обнаружено, что абсолютное и процентное количество этих клеток увеличено, снижено, прошу прощения, снижено при раке почки. А вот, опять-таки, клеток, которые экспрессируют на своей поверхности молекулы интегрина, это CD11B, соответственно, также вот находится в диапазоне нормы. Ну, здесь уже трудно сказать, за счет чего, потому что, если бы вот там было повышено, в данном случае основная популяция все-таки на сниженном уровне находится. Может быть, это связано с каким-то уже ингибирующим влиянием самой опухоли, которая весьма активно защищается не только в месте своей локализации, но и за счет синтеза различных регуляторных молекул, которые ингибируют иммунный ответ, в том числе отдаленно. Содержание НКТ клеток у больных раком почки. Вот здесь действительно для нас неожиданно оказалось, что, ну, достаточно, ну, фактически все исследуемые нами параметры, они оказались достоверно различались по отношению к уровню, выявленному в лицконтрольной группе. Ну, во-первых, количество НКТ клеток, общих НКТ клеток, повышено и в процентном, и в абсолютном количестве, повышено количество клеток, которые экспрессируют две вот таких активационных молекулы, это CD28 и CD57. CD28 – это костимулирующая молекула, которая при активации, ну, при взаимодействии с которой и взаимодействии через Т-клеточный рецептор, клетка начинает весьма активно продуцировать широкий спектр цитокинов. То есть здесь как раз это тоже активирует, молекула, которая характеризует активированную НКТ клетку. CD57 – это молекула такая многофункциональная, то есть, с одной стороны, это молекула, которая тоже обеспечивает миграцию клеток за счет клетка-клетка взаимодействия, клетка-матрик взаимодействия, то есть она позволяет также мигрировать из кровеносного русла в ткань. С другой стороны, это молекула, которая характеризует то, что данная клетка даже при воздействии мощных стимулов уже не будет входить в пролиферативный цикл, то есть эта молекула характеризует уже окончательную зрелость данной клетки. И это маркер CD57 также характеризует то, что в этой клетке в цитоплазматических гранулах накапливается перфорин и гранзимы, гранзимы, то есть, в общем-то, соответственно, клетка готова к своей функции, то есть, в общем-то, эффекторные функции готова реализовывать. Ну и в конце вот три последних строчки, это, соответственно, три фракции НКТ-клеток. Первая – это зрелые НКТ-клетки, вторая, следующая строчка, 56-16+, это, соответственно, регуляторная фракция, эффекторная фракция, и последняя, 16-минус, это регуляторная фракция. Ну, то есть, можно увидеть, что зрелые клетки и регуляторные снижены у больных раком почки, и эффекторная фракция НКТ-клеток у лиц с раком почки, соответственно, повышена. Кроме вот такого общего, простого, в общем-то, анализа, мы также провели анализ в зависимости от квартельного разброса, и проанализировали о том, насколько содержание клеток у больных раком почки, соответственно, различается с высоким уровнем содержания, с низким уровнем содержания и в такой, какой-то срединном значении. Что мы сделали? Мы, соответственно, распределили по содержанию, по количеству клеток определенного фенотипа, которые в данном случае представлены сейчас на слайде, здоровых лиц. Соответственно, квартельно их распределили. В центре у нас то-то срединное значение, то есть люди со срединным значением, средним значением по количеству, по содержанию клеток, ну и, соответственно, нижний квартель и верхний квартель. То есть, таким образом, видите, что верхняя строчка у здоровых людей, это стандартное распределение 50, 25 и 25. И уже вот эти же границы, которые мы определили у здоровых людей, мы перенесли, соответственно, на показатели больных с раком почки и обнаружили, что, в частности, содержание Т-лимфоцитов с экспрессией CD4-рецептора, то есть Т-лимфоцитов-хелперов, вот таким образом, соответственно, уже наблюдается у больных раком почки. То есть, у них повышено, собственно говоря, содержание, количество клеток с высоким уровнем, то есть, повышено количество больных с высоким уровнем CD4-положительных клеток, и такое же соотношение мы произвели с Т-регуляторными клетками. Тоже обнаружилось, что, если вот обычная Т-регуляторная клетка, распределение по Т-регуляторным клеткам без экспрессии CD62-L, в общем-то, соответственно, повторило наш предыдущий результат, то есть, в общем-то, распределение близко к тому же, небольшая степень различия, которое характеризует некоторое увеличение содержания Т-регуляторных клеток в периферической крови, у больных раком почки, то активированные Т-регуляторные клетки здесь получили некоторое другое определение, то есть, количество больных, у которых высокий уровень активированных Т-регуляторных клеток в крови снижено, гораздо снижено, то есть, видите, где-то, ну, в процентном соотношении в 4 и более раза, соответственно, снижено. То есть, это говорит о том, что, действительно, если клетки активируются, в общем-то, их функция будет реализована там, где и должна быть, то есть, в данном случае, они будут мигрировать в ткань. Подобным же образом мы охарактеризовали распределение больных по содержанию цитотоксических Т-лимфоцитов. Здесь также обнаружено, что у больных раком почки повышается количество больных, которых высокий уровень цитотоксических Т-лимфоцитов, Ну и НКТ-клеток в данном случае я представил только, соответственно, распределение больных по уровню содержания активированных НКТ-клеток, те, которые экспрессируют молекулы CD-28 и те, которые экспрессируют молекулы CD-57. И видно, насколько все-таки идет перераспределение вот, соответственно, по количеству обследуемых лиц у больных людей по отношению к здоровым лицам. То есть значительно увеличивается количество людей, у которых очень высокое содержание вот таких активированных НКТ-клеток. Взаимосвязь между Т-регуляторными клетками и эффекторными клетками, то есть цитотоксическими Т-лимфоцитами и НКТ-клетками. Мы характеризовали не только с помощью корреляционного анализа. Надо сказать, что здесь обычный корреляционный анализ выдал не так уж много и статистически значимых взаимосвязей. У здоровых людей вообще была только одна взаимосвязь между обычными Т-регуляторными клетками неактивированными и общей фракцией НКТ-клеток. Причем эта взаимосвязь была положительной. У больных людей подобные взаимосвязи выявлялись только между активированными Т-регуляторными клетками и цитотоксическими клетками и НКТ-кликами. Количество взаимосвязей было более высоким и с большей степенью значимости. Здесь в данном случае я хотел бы показать результаты канонического анализа. Дело в том, что каноническая корреляция позволяет изучать взаимосвязи между группой показателей. Мы можем не просто один показатель прокоррелировать с другим, а взять группу одних показателей и прокоррелировать с группой других показателей. Причем количество показателей слева-справа может различаться. В данном случае совпадает. Прошу прощения, на следующем слайде оно будет значительно различаться. На данном слайде представлена каноническая взаимосвязь между содержанием Т-регуляторных клеток и цитотоксическими Т-лимфоцитами. Сразу хочу сказать, что все полученные нами канонические взаимосвязи оказались достоверны как раз и у здоровых людей, и у больных людей, но везде каноническая взаимосвязь при раке почки была с большей степенью значимости, чем у лиц контрольной группы. И тоже обнаружены некоторые достаточно любопытные особенности, которые заключаются в том, что если у здоровых людей в канонической взаимосвязи Т-регуляторных клеток соответственно неактивированные Т-регуляторные клетки вносят отрицательное влияние, активированные и положительные, то у больных раком почки в двух и в последующей взаимосвязи также только отрицательный вклад. Те веса, которые здесь представлены, это степень значимости фактически, которую данный показатель уже в рамках данной канонической взаимосвязи вносит в эту взаимосвязь. Тоже обнаружено, что если например у здоровых людей Т-регуляторные клетки вносят где-то равную степень, есть там различия конечно, но тем не менее в данном случае везде высокие веса, то у больных раком почки уже более выражен вес именно активированных Т-регуляторных клеток по сравнению с обычными неактивированными Т-регуляторными клетками. Также различаются и по весам соответственно цитотоксические Т-лимфоциты. Если у лиц контрольной группы то есть у здоровых людей в общем-то опять-таки близкие равные какие-то веса то активированные цитотоксические Т-лимфоциты при раке почки вносят больший вклад в данную каноническую взаимосвязь чем неактивированные Т-лимфоциты цитотоксические Т-лимфоциты. Взаимосвязь между Т-регуляторными клетками и содержанием различных фракций НКТ клеток. Здесь повторилась предыдущая взаимосвязь. То есть если у здоровых людей все-таки положительную роль играет активированные Т-регуляторные клетки отрицательные соответственно неактивированные то здесь опять-таки только отрицательный вклад и преимущественно опять-таки только активированные Т-регуляторные клетки. В то же время с распределением весов и знаков этих весов у НКТ клеток абсолютно противоположно. соответственно идет по знаку ну и весьма тоже так распределились сами веса тех показателей которые вводятся в данном случае в канонический анализ. Надо сказать что есть некоторое сходство что активированные НКТ клетки которые экспрессируют молекулы CD28 на своей поверхности они оказались наиболее значимыми и у здоровых людей и у больных раком почки. Но вот дальше уже следующее у здоровых людей недалеко отличается другая активированная НКТ клетка которая экспрессирует молекулы CD57 и общая фракция соответственно НКТ клеток. то здесь вторую по значимости тоже наблюдается у больных раком почки содержание НКТ клеток экспрессирующих молекулы 57 но видите уже фактически там в 5 раз в общем-то значимость данной фракции в канонической взаимосвязи меньше хотя степень достоверность канонической взаимосвязи в общем-то тоже остается достаточно высокой регламент заканчиваю спасибо ну и вот как раз заключая хочу сказать что да соответственно есть перераспределение между содержанием Т-регуляторных клеток и эффекторных Т-лимфоцитов то есть цитотоксических Т-лимфоцитов НКТ клеток у больных раком почки с точки зрения изучения взаимосвязей как корреляционных так и с помощью канонического анализа установлено что изменение активированных цитотоксических Т-лимфоцитов эффекторность популяции НКТ клеток и клеток с экспрессией CD28 при раке почки сонаправлены изменению количества регуляторных Т-лимфоцитов Т-лимфоцитов спасибо за внимание т-лимфоцитов но если учитывать то что они могут работать совершенно в другую сторону как можно проинтерпретировать то что вы получили если можно спасибо я сказал что мы распределили соответственно по трем субпопуляциям то есть это зрелые регуляторные и эффекторные эффекторные все таки и вот по данным литературы это те которые просто соответственно осуществляются цитотоксические функции регуляторные это соответственно то что вы сказали действительно они преимущественно продуцируют цитокины но тем не менее с точки зрения анализа цитокинов которые в данной работе я сейчас не представил мы это изучали и взаимосвязи с содержанием регуляторных фракций не только НКТ клеток мы и также и другие соответственно изучали в общем-то в рамках одной патологии в данном случае рака почки оно достаточно узко ну то есть имеется ввиду спектр цитокинов не так широко будет ими продуцироваться как это принципиально ими возможно то есть при инфекции это будет действительно другой спектр при других онкологических заболеваниях может быть третий и так далее но вот при раке почки и при каждом вообще заболевании это узкий спектр который они будут продуцировать спасибо 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 спасибо